зоологический сайт фауна беларуси представляет здравствуйте любители макросъемки меня зовут борис я рад приветствовать вас на канале фауна беларуси предыдущие три ролика на были тематически целостными в одном из них мы поговорили о камерах в этом видеоролике я предлагаю более подробно остановиться на съемке в разрешении 4к или ультра и иди последний год-два в интернете очень часто поднималась тема о необходимости устройств снимающих в разрешении 4к надо ли это или это просто маркетинговый ход продающих компаний на самом деле необходимость сомнительная на мой взгляд есть два главных минуса видеофайлов в 4к необходимо иметь большой объем дискового пространства ведь различные фото и видеокамеры снимающие в разрешении 4к имеют битрейт от 100 мегабит в секунду кстати эта цифра совершенно небольшая для такого размера картинки и второй минус необходимо иметь относительно мощный компьютер для редактирования таких файлов поскольку их размер большой то не каждый компьютер может их производить без притормаживания а если вы еще и обрабатываете эти файлы в видеоредакторе то вам и вовсе нужен топовый компьютер или придется идти на всякого рода ущищрения но все эти минусы нивелируются главным плюсом большей детализации картинки в сравнении с full hd и чисто технически это значительно расширяет ваши творческие возможности давайте разберем по пунктам как можно применить 4к в макро видео и первый пункт это проводка достаточно масштабировать картинку до full hd и как угодно вводить ее за объектом съемки конечно гораздо красивее смотрится материал снятый при помощи макро рельс так как видно разная скорость смещения фона и объекта на переднем плане так называемый эффект параллакса однако применить в полевых условиях макро рельсы достаточно сложно поскольку чаще всего штатив стоит на мягком субстрате и при движении макро рельс картинка чаще всего подергивается поэтому проводка в 4к это прием который может спасти скучный кадр к тому же не нужно таскать дополнительные грузы второй пункт это имитация наезда камерой это действительно имитация поскольку снятая с макро рельс картинка выглядит несколько иначе опять же фон и объект съемки двигаются с разной скоростью третий пункт возможности сделать кадрирование в макросъемке иногда очень тяжело подобраться к объекту на такое расстояние чтобы он занимал весь кадр или же объект может быть слишком маленький и оптика попросту вам не позволит дать нужный размер объекта в кадре если он занимает меньше 1 и 4 кадра или же не двигается то этого будет недостаточно чтобы привлечь внимание зрителя и поскольку 4к обладает высокой детализацией эту видеокартинку можно подрезать более уверенно особенно если вы планируете выводить из видеоредактора full hd картинку четвертый пункт повышенная детализация картинки тот кто когда-нибудь занимался макросъемкой знает что детализации много не бывает чем она больше тем более реалистичная натуральная и интересная будет картинка даже если вы снимаете материал в 4к а потом перекодируете в full hd детализация все равно будет сильно отличаться от изначального снятого full hd однако есть еще один минус 4к такой размер картинки более требователен к оптике и использованные техники в целом когда я снимал макрофото и макро видео в full hd я обратил внимание как воспринимается фотокартинка и видеокартинка первое обладает высокой детализацией и можно рассмотреть все мелкие детали объекта съемки однако в фотографии нет такой динамики и невозможно передать всю полноту сюжета как видео для меня фото было больше как иллюстрация самого объекта например насекомого а видео это иллюстрация его поведения в full hd можно простить какие-то огрехи например выход насекомого из глубины резкости так как это мало заметно из-за низкой детализации и не бросается в глаза в 4к это очень заметно детализация этой видеокартинки уже приближена к фотокартинки и вполне реально делать стоп-кадр и публиковать его как фото среднего уровня нужно выжимать максимальное качество и свои техники ради красивой картинки для того чтобы объект был максимально в глубине резкости я зажимаю диафрагму по максимуму но до появления дифракции чаще всего естественно света уже не хватает а поднимать уровень ISO выше минимального значения плохой вариант если вам понадобится обрезать часть кадра и масштабировать его то вы увеличите и размер шумов смотреть на такую картинку неприятно поэтому почти всегда нужен дополнительный источник света причем достаточно яркий яркость моей светодиодной лампы я выкручиваю на максимум иногда и этого света недостаточно но об источнике света давайте более подробно поговорим в следующем видео а на сегодня это все если это видео было для вас полезным поделитесь им со своими друзьями на тематических форумах сайтах и в социальных сетях если есть какие то вопросы не стесняйтесь задавайте их в комментариях а также делитесь своим опытом в макро видеосъемке ставьте лайки подписывайтесь на канал фауна беларуси впереди еще очень много интересных видео всего доброго творческих успехов пока